Мы на юге Франции, в Пиринеях. Здесь, в небольшом хозяйстве, я обучаю людей дизайну ключевой линии. Это австралийская система, направленная на сбор воды или система землеустройства. Дизайн ключевой линии – это, прежде всего, контроль воды и улучшение почв, удержание воды в почве. Также это целая система землеустройства, где мы фокусируемся на планировке, защите от засухи и водоснабжении. Попутно мы определяем, где будут деревья, дороги и пруды, как будет собираться вода, где будет ограда. Часть этого будет переработана в гидросфере. Это восстановление пастбищ, особенно многолетних пастбищ, которые станут лесостепью, где баланс деревьев и кустов будет обеспечивать поглощение углерода. Эта система довольно стабильная и может существовать многие поколения. Мы стремимся создать именно такие системы, потому что это относительно просто сделать. Наша цель – обратить многие пустующие земли в пастбище для начала. Цель пермакультуры – это сымитировать природу, ускорить природный процесс регенерации почвы за счет использования разных методов и техники. Как трактор и плуг Йоманса. Плуг Йоманса – это просто подпочвенный плуг. Он погружается в почву и раскрывает ее, но не переворачивает. Он не нарушает структуру почвы, а разрыхляет ее, что способствует распределению и инфильтрации дождевой воды. Мы аэрируем и разрыхляем почву, чтобы однолетние или многолетние травы быстрее и лучше росли. Так мы просто ускоряем природный процесс регенерации почвы. Одна из основных наших техник – это целостное управление пастбищем, которое требует малых вложений. Акцент на управлении. Эту технику мы предлагаем тем, кто хочет большего. Использовать плуг Йоманса, биоудобрения или бобовые почвопокровники и так далее. И они применяют все это у себя. Сельское хозяйство – это постоянная война против природы. Словно жизнь идет по одному пути, а человечество по противоположному. Человек тратит много сил, идя против природных процессов, например, борется с сорняками. Что мы видим здесь, так это регенеративные процессы, которые соответствуют природным. Эти системы требуют гораздо меньше энергии. После устройства они становятся все более продуктивными и требуют меньше ухода. Дизайн ключевой линии адаптирован под дизайн систем, но это не единственный наш инструмент. Во время этого семинара мы объединяем эти концепции целостного управления, пермакультурные принципы, дизайн ключевой линии и плуг Йоманса. Сегодня у нас проблемы с продовольственной безопасностью и с почвами. Население растет стремительными темпами. В то же время значительно сокращается количество производителей пищи, в частности семей производителей, фермеров. Думаю, почти все, даже консервативные люди или конформисты, все глубоко ощущают огромный кризис на всех уровнях. На экономическом, политическом, финансовом и сельскохозяйственном. Это некий кризис цивилизации. Думаю, мы достигли конца цикла, если хотите. Сменилась парадигма, что мы начинаем видеть в сельскохозяйственных системах. Это, вероятно, трансформирует общество на всех уровнях. Когда мы были в Нью-Мексико, несколько лет назад, один мой студент, коллега, проделал работу в хозяйстве заказчика. Там ничего не росло 60 лет. Это была голая, засоленная, бросовая земля. Он восстановил растительность, использовав плуг Йоманса. Результат значительный после стольких-то лет. Это хорошо с экологической точки зрения. Все это явно на пользу экосистемам. Но создание изобилия также полезно с экономической и социальной точек зрения. Самые потрясающие результаты мы видим там, где люди кардинально меняют свой образ жизни, благодаря применению регенеративного сельского хозяйства. Что дает прибыль, хорошо для семьи и для земли. Именно это больше всего радует нас. Я тоже. Видеоролик переведен по заказу пермакультурного исследовательского центра РАЯР группой переводчики развивающих фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok